Прежние исторические свидетельства о том, как гексосы или правители чужих земель захватили власть и образовали 15-ю династию фараонов Древнего Египта около 1640-1530 гг. до н.э. весьма сомнительны. Древнеегипетский историк и жрец Манифон на протяжении веков был единственным рассказчиком об их взлете, правлении и падении. Однако сам Манифон жил более чем через тысячу лет после династии гексосов. Он описывал родоначальников 15-й династии как предводителей армии захватчиков, вторшихся с северо-востока и захвативших северо-восточную дельту Нила во времена Второго Переходного периода в 17-16 веках до н.э. При этом сами рассказы Манифона сохранились только в трудах более поздних историков, таких как Иосиф Флавий. И несмотря на свою предвзятость и ненадежность, это были единственные известные источники о гексосах на протяжении веков. Даже после расшифровки иероглифов, источники с описанием жизни гексосов оставались скудными и ненадежными, преимущественно из-за древней цензуры и пропаганды, где гексосы ассоциировались с беспорядками, хаосом, а также с ритуальным насилием для поддержания порядка и легитимности власти. Правление гексосов продолжало осуждаться фараонами Нового Царства, такими как Хадшепсут, к примеру. В более ранних исследованиях правителей гексосов объединяли в целую этническую группу, что еще больше осложнило понимание их происхождения. Стоит отметить, что в современной науке связь гексосов с исходом евреев из Египта больше не является центральным предметом научных исследований. Хотя некоторые ученые продолжают утверждать, что повествование об исходе могло развиться из коллективных воспоминаний об изгнании гексосов из Египта. За время раскопок в древней столице гексосов Аварисе появилась возможность исследовать обстоятельства, при которых гексосы пришли к власти. Последние десятилетия исследований дали свидетельства, ясно указывающие на ближневосточное происхождение правящего класса, известного как гексосы. На это указывают неегипетские черты керамики, погребальных обрядов, украшений, оружия и даже внутренней и культовой архитектуры. Это была не иностранная элита, прибывшая непосредственно из чужих земель, как рассказывал Манифон, а люди неегипетского происхождения, которые родились и выросли в Дельте Нила. Археологические свидетельства также не подтверждают рассказ Манифона о том, что гексосы возглавляли армию захватчиков, вторгшихся с северо-востока. Вместо этого предполагается, что те, кто стал правителями гексосов, имели западноазиатское происхождение, но жили в Египте в течение многих поколений. Разнообразие новых данных и находок позволяет провести прямое сравнение культуры гексосов с Левантом и более обширными территориями Ближнего Востока, хотя до настоящего времени не было раскопано ни одной гробницы, которая принадлежала бы правителю гексосов. Участок раскопок Тель-Эль-Даба Изучение захороненных на кладбищах Тель-Эль-Даба на юге Авариса, дает возможность непосредственно оценить происхождение этих людей и оценить вопросы, касающиеся сроков и механизмов прихода гексосов к власти. Тем более, что археология показывает постоянное присутствие выходцев из Западной Азии в Аварисе на протяжении более 150 лет еще до начала правления гексосов. На участке Тель-Эль-Даба, расположенном в северо-восточной дельте Нила, выявлена стратеграфическая последовательность протяженностью более 500 лет. Это поселение, основанное в 12-й династии. С 13-й династии было известно как Хутварит. Во времена Среднего царства этот город был административным центром и портовым городом, который набирал силу, чтобы в конце концов стать столицей регионального царства гексосов. Будучи известным как Аварис, портовый город принимал представителей различных народов, как ближнего, так и дальнего зарубежья, которые делились своими взглядами на жизнь и обсуждали технологии, религию, а также политику. А после того, как гексосы потерпели поражение от 17-й династии фараонов, параллельно правивших в Фивах, Аварис был в значительной степени заброшен, примерно после 1550 года до нашей эры. Кстати, гексосам приписывают некоторые технологические новшества, такие как лошадь и колесница, серповидные мечи хапеши, а также композитные луки. Но эти предположения оспариваются. Хотя металлические изделия в археологических слоях на участках раскопок A1 и A2 в Тель-Эльдаба появляются после слоя E1 и D3 в течение периода правления гексосов. Участок Тель-Эльдаба примечателен тем, что на кладбищах в его пределах захоронены люди, жившие как до, так и во время правления гексосов. Поэтому в новой работе рассматривается три главных вопроса, связанных с притоком и перемещением людей, похороненных в Тель-Эльдаба. 1. Есть ли хронологическая закономерность в перемещении людей? А именно, был ли приток в Тель-Эльдаба больше во времена 12-й или 15-й династии? 2. Кого было больше среди неместного населения, мужчин или женщин? 3. Можно ли с уверенностью определить происхождение неместного населения? Первые два вопроса касаются времени правления гексосов и механизмов захвата власти. Ведь приток людей, особенно мужчин, из-за пределов Египта к началу правления гексосов придал бы большую вероятность вторжению. И наоборот, более-менее равное количество мужчин и женщин могло бы свидетельствовать о переселении в Дель-Тунила семей в связи с ее экономической привлекательностью. А вот ответ на третий вопрос помог бы разгадать самую главную загадку 15-й династии и раскрыть места, откуда собственно и пришли гексосы. Результаты. Не вдаваясь в подробности методик, при сопоставлении с местными значениями стронция, более половины исследуемых людей из Тель-Эльдаба провели детство за пределами дельты Нила, независимо от участка раскопок. Также отмечены достоверные различия в значениях стабильных изотопов стронция у людей, живших как до прихода гексосов к власти, так и во время их правления. При этом, большое количество мигрантов отмечено в периоды до гексосов, причем женщин среди мигрантов было больше, что явно не вписывается в модель завоевания. Выводы Нил был основным источником воды для питья и полива сельскохозяйственных культур, поэтому значения стронция для большинства людей, живущих в древнем Египте, были бы близки к местному диапазону Тель-Эльдаба. При этом люди, выросшие вдоль Нила, вероятно, демонстрируют слишком близкие значения, чтобы их различить, например, в Верхнем и Нижнем Египте. Поэтому стоит учитывать, что не местные жители исследуемого региона, жившие к югу от дельты Нила, показали бы те же значения стронция, что и местные жители. То есть среди проанализированных людей, которые показали значение соотношения изотопов стронция как у местных жителей, могли быть выходцы из Верхнего Египта, а именно Мемфиса, Фив или даже из Нубии южнее. И они не могут быть идентифицированы с помощью анализа изотопов стронция. Большое количество мигрантов до династии гексосов в сочетании с предыдущими археологическими данными поддерживают выводы о том, что гексосы пришли к власти без вторжения в верхнюю часть дельты Нила. Они уже там проживали и были знакомы с местной системой власти. Кроме того, большое количество неместных женщин также не стыкуется с вторжением армии. Такое соотношение мужчин и женщин характерно для семей, переезжающих в более благополучный с экономической точки зрения район. Но довольно высокая доля женщин, около 77%, требует более тщательного рассмотрения. Предполагается, что раскопанные кладбища и захоронения в большей степени представляют элиты города, чем рядовых жителей, и вполне возможно, что эти женщины прибыли в регион для заключения браков, скрепляющих союзы с могущественными семьями за пределами Нила. Во времена Среднего Царства и Второго Переходного периода существует много свидетельств того, что мужчины с египетскими именами брали в жены женщин с неегипетскими именами. И такое отношение к браку сохранилось и в 18-й династии. Неместные женщины могли вступать в брак с представителями высокопоставленных египетских семей. При этом браки египетских женщин с высокопоставленными иностранцами не практиковались. Также немаловажным результатом этого исследования было и то, что широкий диапазон значений у жителей Тель-Эль-Даба говорит о том, что неместные жители, как до, так и во время правления гексосов, происходили не из одного конкретного географического места, а из широкого разнообразия источников в Западной Азии. Хотя правители 15-й династии фараонов могли иметь общее и даже родственное происхождение, Дельта-Нила в те времена, да и задолго до правления гексосов, представляла собой многокультурный центр. В целом исследователи не ставят под сомнение левантийское происхождение правителей гексосов, из-за их имен, материальной культуры и архитектуры. Вместо этого новые данные бросают серьезный вызов классическому повествованию о гексосах как о завоевателях. Исследование также подтверждает теорию о том, что элита гексосов была не из единого места происхождения, а из обширных мест Западной Азии, чьи предки переселились в Египет во времена Среднего Царства и жили там в течение веков, а затем пришли к власти. А я на этом, как обычно, не прощаюсь. Хорошего вам настроения и до новых выпусков!